Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором, если вдруг в игре появился какой-то новый танк, вы уже через пару минут можете абсолютно спокойно смотреть абсолютно честный обзор на данную машину. Снимаю свои обзоры заблаговременно, поэтому всегда попадаю в нужный момент со своим видео. Итак, ребята, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, поставьте лайкос данному видео, мне будет приятно, а вам это абсолютно ничего не стоит. И в сегодняшнем видео мы обсуждаем новую тачку на седьмом уровне, коллекционный легкий танк. Если я правильно умею читать на немецком языке, а я не умею читать на немецком языке, и раньше меня пугало название Конона Ягды Панзера, но этот товарищ затмил Конона Ягды Панзера со своим названием Aufkläringspanzer. Если я прочитал неправильно, напишите, как правильно читается название, потому что немецкими действительно не владею. Что представляет собой данная машина? Да, это сущий картон на своем уровне, но это легкие танки, и ожидать от него хорошего бронирования не приходится, хотя местами рандомно рикошеты все-таки бывают. В отношении подвижности машина великолепна, 64 километра скорость движения вперед и целых 24 километра можно отходить назад. Также стоит отметить, что есть дополнительная механика, которая называется маскировка в движении. И да, действительно уровень вашей маскировки не меняется от того, движетесь вы или стоите на месте. Для такого малыша очень даже прикольная дополнительная плюшка. В отношении орудия, здесь действительно все очень интересно, но есть нюансы. Первое, что стоит отметить, хорошее время сведения 3,3 и довольно-таки приятный разброс в 0,321. ДПМ сложно реализуемый для тех ребят, которые не умеют играть на легких танках. И это действительно факт, потому что машину расшибают очень быстро, если где-то, не дай бог, зазевался. По времени перезарядки все просто шикарно, 3,6 секунды. Это действительно очень клево, такой себе пулемет откидываешь и вообще не обращаешь внимания на то, перезарядился ты или нет. Ты всегда готов к выстрелу. При этом все, да, уровень урона за один выстрел, конечно, не сильно велик, 160 единиц. Ну и стоит отметить, что несмотря на то, что это не барабанное орудие, все-таки необходимо вместо досылателя поставить калиброванные снаряды. Потому что бронепробитие у данной машины составляет всего 160 миллиметров. И для своего седьмого уровня, я бы сказал, этого недостаточно. А вот если ставите калиброванные снаряды, то здесь картина немножечко меняется. Имейте уже 173, хотя этого показателя в крайне недостаточно для того, чтобы спокойно можно было отыгрывать против машин выше уровнем, то бишь против восьмерок. Есть, слава богу, подкалиберные, которые дают 220 по пробитию. Это, да, действительно существенно спасает, но в то же время вы наносите подкалиберными всего лишь 135 единиц урона. Короче говоря, против восьмерок комариный укус. Угол снаряды орудия вниз, минус 7, играется комфортно и приятно. И я бы не сказал, что это предназначено для игры от башни, потому что башней особо не потанкуешь, а просто для того, чтобы когда на своих 64 километрах в час ты носишься по карте где-нибудь по каким-то оврагам и холмам, ты мог держать в прицеле своего соперника. Ну что, ребят, поехали в бой и посмотрим, на что тачка действительно способна. Ну что, друзья, давайте будем начинать, как обычно, начинаем с подвижности. Подвижность у него довольно-таки неплохая, свою максималку набирает резво, не прям с места срывается, но буквально через какую-то секунду-две ты уже раскочегарил свою тачку до максималки и несешься, обгоняя своих соперников. Это действительно очень классно и очень прикольно. В отношении потерь по времени перезарядки в случае установки калиброванных снарядов. Поверьте, попробовал и так, и по-другому, разницы не почувствуете однозначно, поэтому я бы рекомендовал все-таки ставить калиброванные снаряды. Так, в отношении того, как эта машина появится в игре на момент записи видео, я не знаю, честно. В отношении того, это будут контейнеры, или это будут прямые продажи, или это будет рулетка, или это, возможно, будет какой-нибудь ивентик, в котором можно будет эту машину получить себе бесплатно, или с каким-то небольшим донатом. Не знаю. Не знаю, но скажу откровенно. Данная машина не для покупки. Ну, серьезно. Да, коллекционка, да, седьмого уровня, да, бодрый, да, быстрый, да, резвый, но все-таки это не тот танк, который стоит прям покупать. Эта машина идеальна для того, чтобы быть главной наградой в каком-нибудь, не знаю, там, квесте, и желательно попроще. Но это мое скромное мнение, как там уже разработчики машину добавят в игру, я не в курсе. Такс, берем, берем прицел данного товарища. Сейчас на кочке немножко пошатнулся. Но скорость поворота башни достаточная для того, чтобы, когда ты передвигаешься по карте, ты мог вполне спокойно на лету, так сказать, держать своего соперника в прицеле. Подвижности больше, чем достаточно для того, чтобы кого-то гонять по карте. В общем, тачка чем-то напоминает мне леопарда. Только в леопарде у нас есть барабан, а здесь у нас, ну, леопарда, я имею в виду, вот того, который на пятом уровне. Лепика так называемого. И вот игра на леопарде, она очень сильно напоминает мне игру на этой тачке. Только, как я уже сказал, на леопарде там у нас барабан на несколько снарядов, а здесь у нас цикличное орудие, которое играется реально как барабан. Я вот уже перезарядился и готов наносить следующий урон. По орудию, по точности, все действительно очень классно, вопросов абсолютно никаких нет. Отход назад 24 км в час просто божественный. Ты можешь вполне спокойно выкатиться из-за какого-то укрытия, дать тычку и вполне спокойно закатиться обратно. Причем у соперника практически нет шансов на то, чтобы тебя выцелить, ну и, соответственно, в тебя закинуть. Если тупишь, как я это делаю сейчас, то понятное дело, что будешь получать в дыню. И здесь ничего удивительного, как мне кажется, абсолютно нет. На скорости в 24 км в час я сейчас закатываюсь в укрытие, ну, где-то так же, как я передом бы на некоторых машинах заезжал. В этом отношении тачка действительно удалась, довольно-таки интересная. Фановая ли эта машинка? Да, мне лично понравилось. Я не любитель легких танков. Не любитель почему? Потому что откровенно признаю факт того, что я не настолько классный танкист, чтобы реализовать потенциал легких танков в этой игре. И да, действительно, помните, как говорил Леон Киллер, верхняя степень мастерства киллера, это убийство кого-то ножом. Вот то же самое в нашей игре. Верх мастерства игры в этой игре, это уметь на 100% реализовать легкие танки. Я не умею их реализовывать на 100%, поэтому многие из них мне не нравятся, я не получаю от игры на этих машинах удовольствия. Ну, какое-то может быть особое удовольствие, если у тебя прям из ряда вон все получается не очень. Но на этом танчике мне действительно понравилось гонять. Как на тесте, так и во время того, как я уж просто ради интереса данную машину выгонял из ангарчика. Хотел ли бы я получить себе данный танк? Ну да, конечно, хотел бы. Часто ли я бы на нем играл? Думаю, нет. Скорее, я бы играл на нем тогда, когда мне необходимо было бы выполнять какие-нибудь боевые задачи, связанные с игрой на легких танках Германии. И здесь, ну, реально, ему равных практически нет. Вы можете со мной спорить, можете мне доказывать обратное, но сколько танков, столько мнений. И я с удовольствием готов почитать ваше мнение, оставленное в комментариях. По результатам боя 2000 урона, 2 уничтоженных соперника. В отношении результатов по фарму могу сказать только одно. Это не фармер однозначно. Ну а что можно говорить про результат в бою, так это первое место в команде по урону. И можно было бы напрасать еще немножко больше, если бы я был слегка порасторопней и не растрачивал бы свое внимание на то, чтобы общаться с вами. В отношении данной машины высказывать свое мнение, а был бы всецело сосредоточен непосредственно на самом бою и на попытках реализовать машину по полной. Похвалили лучших союзников, похвалили, простите, и повалили в том числе лучших соперников. В отношении того, стоит ли брать данную машину при продаже, ничего сказать не могу, потому что не знаю, сколько разработчики выставят ее на продажу, если именно так она в игре появится. Но объективно данная машина в своих 5,5-6 тысяч, я думаю, стоит однозначно. И я бы за 6 тысяч эту машину купил абсолютно спокойно. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.